Нажимаем на час. Все все силы. Отпустили. Потратить всего час, чтобы продлить жизнь на долгие годы. Таким экспресс-методом можно выявить у себя заболевания на ранней стадии и вовремя принять меры. Каждые полгода любой желающий может пройти бесплатное обследование в Краевом центре медицинской профилактики. Особенно это важно сейчас, потому что последние два ковидных года так или иначе мешали навестить врачей в плановом порядке. Это касается и вакцинации. К сожалению, вот этот первый год ковидной эпидемии, 2020-й, когда было приостановлено плановое вакцинирование, показал, что у нас есть не только коронавирусная инфекция, но и другие инфекции, потому что плановая вакцинация была запрещена. Но пандемия – это не только господство коронавируса, но и неврозов. Количество пациентов у психотерапевтов заметно выросло. Основные обращения – это, конечно же, тревожные расстройства, это депрессивные расстройства и это когнитивные нарушения. Причем чаще, конечно, мы фиксируем, что тревожно-депрессивные расстройства, они более свойственны, вернее, чаще обращаются с ними люди более молодого возраста, среднего возраста. Когнитивные нарушения фиксируем у более пожилых лиц. Что касается обследования в Центре медицинской профилактики, его можно пройти без очереди, если записаться заранее в регистратуре. В прошлом году свое здоровье здесь проверили более 42 тысяч человек. В Центре можно измерить уровень сахара, холестерина, пройти спирографию, флюорографию, ЭКГ, проверить состояние сосудов нижних конечностей, остроту, зрение и не только. Кто однажды пришел в наш центр, тот обязательно придет еще раз. Потому что, во-первых, это доброжелательная обстановка, это очень качественное обслуживание пациента. И пациент действительно заинтересован после консультации с доктором, как же у него прогресс идет, в какую сторону. Но в моем случае это скорее регресс, потому что показатели 2020 года мне нравились больше. А это серьезный повод что-то изменить в своем образе жизни. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.